Светлана Иосифовна Мартынова – садовод-опытник с 40-летним стажем. На её 13 сотках растут все овощи, косточковые культуры, виноград, а также 100 кустов хосты, 50 хвойников и пока ещё только 27 гортензий. Садовый участок находится в неблагоприятной зоне, поэтому садовод на личном опыте испытывает все новейшие технологии. Добрый день! Мы вчера начали с вами разговор о проращивании семян, но я прошу вас учесть, что сейчас проращиваем мы семена только для одной цели – проверить их всхожесть. Рано начинать проращивать их для того, чтобы выращивать роса. Перейдём к другой части. Прежде чем семена перед посевом в грунт начинать проращивать, это у нас будет конец февраля, начало марта, их необходимо обработать. Свои это семена или покупанные семена, неважно. Главное, чтобы мы их обеззаразили, чтобы никаких болезнетворных бактерий не было, не присутствовало и не помешало нашему урожаю. Что для этого необходимо? Ну, самое простое, великолепное, такое вот простое, великолепное средство, очень доступное – это фитоспорин. Фитоспорин на основе гумата – это пластина, которая разводится на 400 грамм воды. Такой пластины на небольшой сад хватает не только на протравливание семян, но и вполне достаточно, чтобы весь сезон помогать своим растениям бороться с той же фитофторой. Вот такой флакончик. Здесь уже в растворенном виде находится тот же самый препарат. И есть препарат в сухом виде. Значит, прежде чем эти препараты брать в руки, вы должны знать, а в них находятся живые бактерии. Поэтому относиться к этому препарату нужно очень бережно. И главное – соблюдать всё, что написано вот здесь в инструкции. В каком бы виде вы не приобрели фитоспорин, он всегда, постояв немножко в разведённом виде, будет иметь осадок. Поэтому прежде чем пользоваться фитоспорином, нужно обязательно в течение хотя бы 30 секунд вот так растрясти препарат. Следующий доступный для нас препарат – это хитоспектр. Это достаточно новый препарат, но уже мной лично 3 года проверенный. Препарат замечательный. Он из растительного сырья. Значит, в нём содержится природный антибиотик. Это вытяжка из ютки Шидикера. И витамины. Препарат безопасный, очень хороший и достаточно надёжный. Не содержит азота. Этим препаратом можно пользоваться, начиная с протравливания семян и заканчивая обработкой осенью. Какие ещё есть препараты, которые обеззараживают? Вот с таким эффектом есть препарат «Проросток». Есть препарат «Оберег». Можно замачивать семена в икопине. Всем известный препарат, который называется «Имуноцитофит». Это всё препараты, которые обеззараживают Ваши семена. На сегодня всё. Желаю Вам хорошего дня. И до новых встреч.